Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Бузова устроила Роме Гриценко сцену ревности. Ей не понравилось то, что Рома строит отношения с новенькой Леной Хроминой. То, что он целуется с девушкой прямо у неё на глазах, даже не посоветовавшись. Когда Гриценко сказал, что у него не было выхода, потому что Ольга не отвечала ему взаимностью, Бузова расплакалась и закатила истерику. Стало известно, почему лишился работы продюсер проекта Алексей Михайловский. Он допустил несколько серьёзных нарушений по условиям прохождения кастинга. Оказывается, Михайловский до последнего не хотел оставлять свой пост, его пришлось выставить из кабинета с помощью охраны канала ТНТ. На Сейшелах была очередная драка, на этот раз женская. Александра Шева взбесилась из-за того, что Арай Чебанян общается с новенькой Кристиной Равинской. Рыдающая от обиды девушка отпинала не только Арая, но и свою соперницу. На другую новенькую участницу Леру Коваленко нарыли компромат. Она не такая белая и пушистая, какой хочет казаться. В прошлом девушка часто принимала участие в эротических фотосессиях. Она прославилась как плейбой-модель. Девушку всё время содержал богатый мужчина, от которого она даже родила ребёнка. Как вы помните, Алексей Чайчиц выразил симпатию Лере, но Лиза Триандафелиди не хочет отпускать парня. Она буквально вешается на него. Несмотря на якобы расставание, одну из недавних ночей ребята спали вместе. В итоге Лера чувствует себя третьей лишней в этих отношениях. На Сейшелах пострадал Алексей Купин. Из-за укуса местной гусеницы у парня началась сильная аллергическая реакция. Ему пришлось обратиться в больницу. На остров любви отправили Таню Мусульбес и Виктора Литвинова, а также новенького Давида Анташвили, который ухаживает за Таней. Поклонник Ольги Бузовой подарил ей очень много букетов роз. «Я чувствую себя принцессой», – пишет она. «Спасибо, столько роз мне ещё никто не дарил». Дима Талыбов мечтает вернуться на Дом-2. «Нужно срочно возвращаться», – пишет он, – «и наводить порядки в мужской спальне». На съёмки в городские квартиры пригласили Татьяну Африкантову. Женщина рассказала, что Рома Капаклы запретил Марине Африкантовой звонить маме, а также давать ей деньги. Поэтому по телефону Марина общается только с отцом. Катя Колесниченко мечтает сотрудничать с Иосифом Пригожиным. Она встретилась с продюсером, но об итогах этой встречи пока не рассказала. Саша Гобозов приобрёл поддержанный автомобиль. «Для временного варианта она идеальная», – пишет он. «В будущем Саша мечтает приобрести дорогой Мерседес». Этот же автомобиль 2003 года выпуска стоит около 500 тысяч. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.